Павел, сегодня команда проявила характер, трижды отыгрывалась. Чего не хватило для того, чтобы победить? Не хватило забитого мяча, чтобы мы победили в один мяч, когда у меня был мент. А так, нужно прибавлять в защите, потому что сегодня было много мячей. С ошибок просто надо сыграть строже, жестче, и тогда бы с этих голов глупых не случалось. А так, все ребята молодцы, я все хочу поблагодарить за игру. Молодцы все проявили, прям отдавались полностью, все молодцы. На этой неделе фамилия Милешин звучала несколько раз, в том числе и в основном в составе. Как вам удалось сохранить эмоции на этот матч и забить три мяча? Да, это моя работа, надо забивать мячи, приносить пользу команде. Да, забил такой же рядовой матч и настраивался, как и на все игры. Эмоций всегда хватает забивать, это очень круто, и эмоций всегда хватает на это. Какие воспоминания останутся о первом хитрике в молодежной лиге? Да, теплые, конечно, всегда приятно забивать столько мячей. Мог еще больше, но не всегда бывает, не всегда все получается. А так, теплые воспоминания. Как вам атмосфера на стадионе, в молодежной лиге, на основном стадионе игра? Им очень понравилось, даже когда наших болельщиков было чуть меньше, а болельщики ЦСКА были больше, и они заряжали, было круто. Хотелось бы, конечно, еще на нашем стадионе так сырать, но посмотрим, как там пойдет. Спасибо. Игрок ПФК ЦСКА Станислав Лапинский. Стас, непростой матч получился, наверное, интересный для зрителей. Твой комментарий, пожалуйста. Хорошая была игра с нашей стороны. Ну, конечно, недовольны результатом, могли забивать больше, но по рвению, по желанию сегодня было очень хорошо. Немножко просели в начале второго тайма, с чем это связано? Да, мы так не просаживались, мы старались прессинговать и играть первым номером всю игру. У нас это, в принципе, получилось, но не получилось задавить соперника и забить четвертый. Игра пошла на веб-арене, при болельщиков какие эмоции испытал? Это невероятные эмоции, и очень приятно, что... Спасибо, во-первых, болельщикам, которые пришли за нас повалить. Очень приятно играть в такой атмосфере. ЦСКА не выигрывает уже четыре матча. В чем причина, что случилось? Ну, можно сказать, какая-то, не знаю, черная полоса, но все будет хорошо. Следующий матч обязательно в игре. Спасибо. Вадим Юрьевич Романов, главный тренер команды «Спартак». Вадим Юрьевич, сегодня команда проявировала характер. Что не хватило, чтобы победить? Четвертого забитого мяча. Ну, и пропустили много. Ну, так вот, если шутку. А так, игра была очень такая. Я думаю, что для болельщиков очень ярко, с большим количеством моментов у обеих с забитыми мячами. А для тренеров, я думаю, что и мы, и ЦСКА получили огромное количество информации. Вот, поэтому очень хороший матч. Сегодня команда провела практически весь матч в атаке. Такая была установка? Да, была такая установка. Играть агрессивно и не давать ничего делать с ЦСКА, не пускать на свое поле. Ну, понятное дело, что не всегда получалось, но задача такая стояла. Не было опасений, что у Павла Милешина может не хватить эмоций на молодежный состав после игры в основе и победы в Кубке? Ну, это могла ответить только игра. Вот, игра показала, что все хватило и силы, и эмоций, и забитых мячей. Так что, Паша, можно только поздравить. На неделе получилось у меня очень удачно. Спасибо. Старший тренер молодежной команды ЦСКА, Арлан Александрович Гусичев. Арлан Александрович, Ваш небольшой комментарий по игре, пожалуйста. Ой, ну, наверное, игра бы болельщикам понравилась в плане, наверное, результативности. Но я думаю, что нас, конечно, ничья со Спартаком никогда не должна устраивать. Поэтому мы, конечно, хотели добиться победы. Но парни молодцы. Они проявляли характер. Временами неплохо играли. Вот, чуть-чуть, в некоторых эпизодах теряли концентрацию. Ну, это издержки молодости. Опять же, повторюсь, надо работать, будем исправлять. Вот, самое главное, что есть дух, есть характер. И они хотят побеждать. И это самое главное. Хотят работать на футбольном поле, в тренировочном процессе. И я думаю, что все у них получится. Как Вы считаете, почему команда немножко просела в начале второго тайма? Да нет, она не просела. Она просто, опять же, повторюсь, нелепый гол в начале пропустили. И все, их чуть-чуть он, скажем так, надломил, пока они входили в игру. Если бы они просели, они бы тогда на 90-й минуте не имели бы момента. И не бежали бы вперед. Владислав Яковлев забил шикарный гол, имел еще несколько моментов. Но в перерыве Вы его заменили. Это было как-то заранее оговорено или просто решили? Да, это с Владимиром Валентиновичем мы сразу обговорили. Он сказал, что играет тайм. Яку огромное спасибо. Он настоящий профессионал. Поэтому, Вы же понимаете, иногда, когда футболисты с основного состава выходят, не каждый может настроиться. Мотивация не та, но он сыграл как настоящий профессионал. Для некоторых ребят эта игра стала первой на вопарении. Не нервничали они перед матчем? Некоторые нервничали, а некоторые просто, я считаю, показали прекрасную игру. Ну, я думаю, вы все видели, кто это, как вели игру. Особенно центральные наши полузащитники. Поэтому, никто даже вообще никакого волнения не был. Даже наоборот, у них еще больше такой прилив энергии был. Это лучшая игра их пока за все время. ЦСКА не выигрывает уже 4 матча. Уже анализировали, в чем причина? Ну, конечно, анализируем. Ну, конечно, анализируем. Ну, а как вы думаете, если у нас каждую игру новый состав и новая линия обороны играет? Ну, как вы думаете? Ну, наверное, это непросто. Наверное, непросто. У нас по 4-5 человек меняется в составе постоянно. Ну, конечно, пришли молодые ребята. Надо их сейчас адаптировать. Мы работаем. Не так просто им перестроиться. Вот, молодые ребята, совсем еще молодые. 2005 года. Против них играют ребята постарше. Год разницы в этом возрасте играет огромную роль. Поэтому пока строим, видим, естественно, не требуем от них во что бы то ни стало. Конечно, мы прививаем их в дух победителя, чтобы они побеждали. Но есть моменты. Спасибо. Спасибо.